Доброе утро, ребятушки. Гена, я на проводе. 7 утра. 7 утра я только-только загрузила свою первую духовку. Пью горячий Мишкин чай. Мишка на работу сегодня вышла. После двухнедельного отсутствия. Я говорю, ну что ты как? Она говорит, супер. У нее мама работает в аптеке. Поэтому, говорит, мне не пришлось тратить деньги на все вот эти вот тесты, и дети, и она все переболели. У нас на работе, конечно, это скрывалось, что болеет она. Это было под видом, что типа болеют дети, она ассистирует их. Но, говорит, в гостинице знали, и теперь, говорит, я спасена от третьего укола. Рада не сказана, Тереза тоже самое. Вот. И пришел мой бывший барист Али с ночной смены. Тоже говорит, блин, теперь я тебе могу пить кофе, хоть сидя за столиком. Супер гримпасс. И у него, и у жены. У них не было прививок. И они дружненько все переболели. Довольны. Говорит, скоро это безобразие по-любому уберут, потому что, вы знаете, сегодня я ехала на работу, сегодня первый день я была в толпе машин. И Мишель, говорит, в автобусе было вот так вот людей накучковано. То есть, начинаем мы выходить из болезни и плавно переходить в нормальное русло. Ну, слава богу. Слава богу, что это все заканчивается. Потому что, Мишель, говорит, я уже не могла дома сидеть. Я уже на детей начала, говорит, как собака бросаться. Я говорю, надо было прийти мне квартиру поубирать. Небось, в свою квартиру вылизала. Она говорит, вылизала, это, говорит, не то слово. Я говорю, могла бы ко мне приехать, полезать чуть-чуть, пока я тут на работе, говорю, грудью стояла. Говорю, клиентов вообще не было на прошлой неделе. Вообще, надеемся, что на этой неделе клиенты вернутся. Поэтому я сегодня так, контанта кальма, загружаю такое, что. Ну, сейчас что-то приготовим, конечно. Но сегодняшний день покажет, народ вышел или еще не вышел. Тереза где-то в средине недели должна сделать тест. Потому что у нас расписание дали на неделю. С учетом того, что в среду выйдет Тереза, вернее, в четверг выйдет Тереза на работу. Мы посмотрим, может выйдет, а может и не выйдет. Сегодня, наконец-то, у моей Стефании выходной. У меня, наконец-то, нарисовался выходной в воскресенье. Так что, как-то так. Сегодня еще придет мой начальник в обед. Будет стоять в баре. Так что, начинаем работать. Выползаем из болезни. Ну, а я пью свой чай. Вернее, Мишкин чай. Она говорит, врачиха приказала пить, пить, пить. Горячее, лимонное. Ну, это правильно. Утро красное пропера, а глануться не успела. И обед бежит в глаза, ребята. Хотела сделать сегодня немножко по-другому. С рикоттой и со шпинатом такие, типа завертыши. Но у меня круглое тесто. Поэтому будет обычный торт рикотта со шпинатом. Торт, соленый торт. Запеканка. А вот если бы тесто было квадратное, я бы его сейчас намазала. Завернула, порезала, развернула и запекла. Ну, сейчас будет самый обычный. Тесто у меня слоеное, без дрожжевое. Сейчас будет сразу два рецепта. Уистера Х. Тут у меня брокколи и рикотта. Тут у меня шпинат и рикотта. Ингредиенты практически одинаковые. В зажарочку. И туда, и сюда. Соль. Перец. Магжорана. Сир. Смешиваем. У меня очень много прошуток. Поэтому сейчас из брокколи будут у нас вот такие красивые инвальтини. Сейчас будем делать. Сейчас я все смешаю и вам покажу. Итак, с первым тортиком у нас все понятно. Надо все смешали, загрузили, разровняли и закрыли. Называется ультрадоброе. Сегодня начинки получилось много. Отварила побольше шпината. Ну, потому как не знаю, ребята, будут у нас клиенты, не будут. Если останется, пойдет на аперитиве в бар. Понимаете? На дополнение. А если не останется, то завтра будем готовить все по-новому, как обычно. Вот так. Заворачиваем. И посыпаем сыром. Классический торт. Рикотто со шпинатом. Мы его уже делали из брокколи. Можно сделать из любого другого. Можно сделать из цукини. Но цукини сейчас дорогие. Ну, в общем, то, что вам нравится. Можно делать даже спаржевая фасолька с чем-то смешанной. Это все ваше фантазия. Помидоры сюда не пойдут. Потому что много сока. Вот. Один готов. Теперь берем подставочку. Здесь у меня уже тоже, видите, смешанность. И, естественно, берем картофорну. То есть бумага для выпечки. Берем кусочек прошутто. Прошутто вообще нарезанный. Не тонко, а вообще тонюсенько. Кусочек сыра. Ложку начинки. Делаем такую котлетку. И заворачиваем. Хотите, концы подворачиваете. Хотите, концы не подворачиваете. И на бумагу для выпечки все это складываем. Получилось 12 рулетиков по 160 граммов. Запекаться будут, но не более 4 минут. Потому что у нас здесь все готово. Нам надо только, чтобы расплавился сыр. И чтобы прошутто приняло такой, знаете, вид голубца. Поэтому я сейчас это накрываю пленочкой и отставляю в сторону. Ленивые такие голубчики получились. Очень быстро. 3 секунды они готовы. Альтернатива. Можно сделать из слоеного теста. Такие рулетики. Можно сделать из капустного листа. Не знаю, подойдет ли капуста, которая, как она называется, корейская, китайская. Вы поняли какая. Так, все же угодно. Можно даже, я думаю, в корейку завернуть. И тоже будет вкусно, если она немножко, знаете, расплавится. Такая немножко с сальцом прикопченная. Ну, это на любителя, ребята. Поэтому мне надо было использовать прошутто. И сегодня у меня еще будет паста. Прошутто, пизелли, панна. Но вместо сливок у меня будет бешамель. Потому что эта паста будет в духовке. Сейчас приступаю к пасте. Осталось у меня немножко зажарки. Много мне не надо. Беру прошутто. Где-то у меня в 5 мм она нарезана. Лишний жир я, конечно, срезаю. Но это не жир, это, знаете, как корочка. И режу его на кубики. Маленькие, не маленькие. Какие угодно, ребята. Сейчас я еще немножко это прошутто. Вместе с зажарочкой. Чтобы жир лишний выкладывался. Добавим туда горошек. Ну, естественно, соль и перец по вкусу. На сегодня у нас будет такая паста альфорна. Почему надо использовать прошутто? Моему начальнику подарили мартаделлу и 2 больших куска прошутто. Так что у нас 4 прошутто. Один мы купили до того. Один еще не закончили. Вот это я его заканчиваю. И 2 в уме. А сроки хранения... Ну, срок хранения у прошутто большой. Большой. Ну, и тем не менее. Вместо мяса будем кормить людей прошутто. Дариному коню, как говорится. Никуда не заглядывать. Все. Пока занимаюсь дальше. У кого нет прошутто, ребята, альтернатива молочные сосиски. Смотрите. Чуть-чуть я отдала прошутто, чтобы убрать лишний жир. Буквально полстакана сливок. И горошек. Горошек у меня проварен на пару. 30 минут был он свежемороженый. Все. Только сейчас мы доведем до кипения. Выключим. И приготовим соус бешамель. Я думаю, сюда литр бешамели мне хватит с головой. Так как начинки много. И подварю паслу. Минут 7. Остужу в холодной воде. Добавила только соль, перец и выключила. Ждет бешамель. Бешамель готова. И смешиваю ее в соус. Надо сказать, что на севере Италии используют больше соуса бешамель, чем на юге. Если на юге делают лазанью, то это преимущественно красная рагу. И все типы моцарелла, моцарелла, дебуфало. Короче, туда насовываю кучу сыров. Но здесь на севере. Мы же северные. Нам же холодно. И поэтому мы используем больше соуса бешамель. В пасте, в лазанне. Будет очень красивая паста. Пошла ее варить. Пасту с соусом смешали. Протвенечек смазали. Высыпаем. Сыром посыпаем. И в духовку отправляем. У меня тут еще любимое блюдо всех итальянцев. Печень поленецианская. Встаю и плачу. Плук мешаю. Рулетики наши выскочили. Маньчжорана посыпала. Видите, какие они внутри вытекающие. Все. Что у меня осталось? Осталось пасту запечь. И тут рыбка допекается. Ой, как красиво. Ой, как красиво допекается. И вот наша паста. Время вышло. Время открывать нашу лавочку. Добро пожаловать к нам на обед. Людей в зале опять нет. Как всегда. Показать вам весь обед. Клиентов у нас нет. Радио Макдональдс орет на всю. Там 10 человек персонала. Так, моя печеночка по-венециански. Шашлык. Дедушка взял сегодня шашлык. Картошка. Там у нас гамбургеры. Печка для них. Здесь у нас паста. Здесь у нас сыр. Здесь рулетики. Кусочек торта дедушка взял. Рыбка. Соусы. Паста. Два вида пасты. И белый рис. Все как всегда. Так, свет надо тут зажечь. Напитки. Там спрашиваю. А вино у тебя есть? Конечно же есть, смотрите. Червоны. И белые. Вот это вот газированное. А красное, обычное. Плюс напитки. Кока-кола. Кока-кола дзеро. Допустим, спрайт. Фанта. Чаи. В общем, так вот. Вода. Ля-ля-ля-ля. Танто ночи нет. Сеньорик, что заволите? Что я ухлю? Нет. И вот буфет пустой. И он предмет простой. Он никуда не денется. И потому буфет пустой. И потому буфет пустой. Гораздо выше ценится, ребята. Даже солнца в ней осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы Алле разогреем тут. Последнюю порцию. Из ничего. Остатки сладкие. Остатки сладкие. О, что есть. Харуале. О, что есть? Ну, это да лаваре. Да лаваре. Нема моего парковщика. Хорошо поел и куда-то отправился. Отправила только что-то разе сообщение. Я вам новое имя придумала. Тебе, ну, тебе еще, говорю, рановато. А Мишель, которая вышла после болезни. Риновакс. Вот так вот, ребята. Риновакс. Вы знаете, у нас сегодня утром было плюс 10. Сейчас плюс 13. Поеду-ка я себе что-то покушать, покуплю. А то с моими риноваксами, блин, все после болезни по выходили голодные, как звери. Боже, чуть меня не сожрали. Ну, хиба ж так можно работать. Девочка-украинка, которая сегодня приходила на обед. Ты почему мне не сказала, понравилась тебе рыбка или нет? Так что завтра, если придешь, расскажешь. Всем пока, ребятушки. Увидимся завтра.